Они возводились в чистом поле и сейчас, по прошествии многих лет, конечно, сильно изменились. Первый дом, появившийся в нашем городе, находится в Зелёном переулке, и его почтовый номер также номер один. Эти дома начали строить в 1948 году. В первое время в этом доме находился строительное управление. Василий Иванович – живая легенда. В свои годы, а ему 91, он не теряет присутствие духа, написал книгу воспоминаний и пишет ещё одну. Он, его семья и дом даже стали героями одного из документальных фильмов. Следуя за нашим журналистом, мы зашли к Ивановым. У них, как и у многих жителей Видного, отдельный домик. Дом был рассчитан на две семьи. По нынешним меркам квартиры были крохотные, но после рабочих бараков они казались дворцами. Со временем, благодаря умелым рукам домочадцев, жилплощадь удалось расширить. 37 метров жилой площади. Сейчас этой площади 95 метров. Сначала родители пристроили веранду. Через суд мы добились того, чтобы сделать перегородку на втором этаже, и появилось ещё 30 метров. Надо отметить, что сооружения эти были уникальными. Иностранного слова «коттедж» в советские времена не знали. И это был первый коттедж. Строились камни, глины и корабельные сосны. До сих пор дерево в идеальном состоянии. Проект финский. Простой рабочий, допустим, передовик, ему давали, значит, их на две семьи. Руководство, да, там давали, значит, этот коттедж на одну семью. А вот эти вот печати, да, вот которые здесь вот идут, это именно привозили материал из Финляндии. Сейчас дом имеет более практичную отделку. Раньше на крыше была черепица, а стены были вот такими, как у соседнего дома, отделанными глиной. Изменился и участок вокруг. Здесь был совсем дом не отгороженный, не отработанный. Другом ещё валялись строительные материалы. Мы женой решили загородить, землю обработать. Сейчас о былом виде напоминают разве что кирпичные трубы на крыше. Но для наших героев этот дом больше, чем стены или отделка. Это часть и очень важная часть их жизни. Папа может быть до сих пор жив из-за того, что он с большой любовью относится к этому дому. И всё делал своими руками. Второй дом, о котором мы хотим рассказать, находится недалеко, на улице Садовой. Он на год-полтора моложе своего соседа. Как я полагаю, и надо верить этому, очевидно, документу, вот если верить, то 11 октября 1950 года Хмельвей Пётр Касьянович, работающий на московском коксогазовом заводе и занимающий должность заместителя директора завода, получил жилплощадь. Дом 28, квартира 1, а улицы не было, потому что название у этих улиц появилось уже значительно позже, после того, когда уже город, в смысле, посёлок существовал. 28 – это порядковый номер дома. Для семьи Хмелёвых, переехавшей в трёхкомнатные хоромы, этот документ стал ценнейшим подарком от завода. Высота потолков 2,80, это внутри помещения, вот на веранде чуть повыше, там 3,20, потому что, ну, нет такого сверху утепления. Вот, площадь комнат, она, в общем-то, небольшая, 37 метров, вот трёхкомнатная квартира, плюс 6,5 метров кухня. Это уже проект не финский, а самый что ни на есть русский, хотя на крыше изначально была черепица. Возводился дом не профессиональными строителями, а силами учащихся местного ПТУ. Ты меряешь в одном углу расстояние от пола до потолка, допустим, там 3 метра, да, а вот ты его с этой стороны померяешь, будет уже 3,20. И поэтому, как только мы начинали что-то здесь переоборудовать, там, новые обои или ещё что-то в этом роде, и удивлялись вот каким-то несовпадением вот этих цифр. Так же, как и в нашем предыдущем рассказе, вокруг дома всё сильно изменилось. Тем не менее, наши герои помнят всё до мельчайших подробностей, словно это всё было вчера. За нами с правой стороны был достаточно глубокий овраг, по берегам которого росли большущие дубы. Напротив нас вот прямо был небольшой прудик. И, собственно говоря, поэтому наш переулочек рядышком с нами слева называется прудным переулком. Дальше вот вы видите наш прекрасный тополь. Этот тополь знает, наверное, весь город. Так вот этот тополь рос около первого окошка барака строительного, который был чуть дальше. Вот эти бараки, этот домик, эти прудики. Вот это наш мир. И этот мир, возможно, самое ценное, что есть у этих людей. Несмотря на небольшой метраж и возраст дома, они не завидуют жителям высоток. Ты выходишь за порог, и тебе не надо спускаться там с 10-го или с 5-го или с 3-го этажа. И ты сразу выходишь в природу, где ты видишь, пахнет мятой, где цветут цветы, где ты видишь сирень, которую ты можешь тут же срезать, поставить, и вот она будет у тебя на столе. Эти дома буквально утопают в зелени, словно стараясь сохранить все истории, которые накопились в их стенах за более чем 60 лет. А их молодые, подтянутые, шумные собратья словно пытаются подсмотреть за их тишиной и покоем. Им, современным многоэтажкам, неведом этот размеренный, мягко текущий во времени и пространстве стиль жизни, который создает неповторимую ауру города Видное. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Видное ТВ.